Добрый день! Это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня гость программы Точка зрения заведующая эндокринологическим отделением Липецкой городской больницы номер 4 Липецк Мед Наталья Шила. И мы поговорим о том, что такое диабет и почему многие сегодня считают его одной из самых серьезных проблем для людей. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Добрый день! Мы с вами встречаемся накануне Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается на этой неделе. Действительно, настолько проблема эта сегодня актуальна? В настоящее время сахарный диабет входит в тройку заболеваний, которые могут привести к ранней смерти и инвалидизации. Актуальность этой проблемы определяется в первую очередь ее масштабностью, потому что распространенность сахарного диабета сейчас достаточно большая и принимает эпидемию. В России зарегистрировано около 3 миллионов человек. Это те, которые официально зарегистрированы. Из них 50% пациентов, страдающих этим заболеванием, трудоспособного возраста. Но по подсчету экспертов установлено, что это число гораздо большее, превышает где-то около 9 миллионов человек. В Липецкой области зарегистрировано около 34 тысяч пациентов, страдающих с сахарным диабетом. И, к сожалению, ежегодно увеличивается процент роста этого заболевания. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и наш телефон 235244. Вы можете позвонить, задать свой вопрос по сахарному диабету. А вообще, что это за болезнь и чем она опасна? Ну, сахарный диабет считается это заболевание, при котором недостаточное количество инсулина в организме, которое принимает активное участие в углеводном обмене. И за счет этого у лиц повышается уровень сахара в крови, который, к сожалению, приводит к различным осложнениям. В первую очередь сахарный диабет опасен тем, что развиваются осложнения, которые могут приводить как раз к смерти и инвалидности. Ну, я знаю, что есть вот у некоторых людей диабет первого типа, есть диабет второго типа. Наверное, у тех, у кого первый тип, и все о нем знают, но все-таки зрителям интересно и то, и другое. Чем они отличаются? Отличаются они между собой, потому что сахарный диабет первого типа – это диабет, к сожалению, молодых. Развивается он в более раннем возрасте, чаще всего до 40 лет. Может спонтанно, то есть за месяц человек сгорает. Худеет сильно, сильная сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание. И если на этом этапе вовремя не оказать помощь, то это приводит к гипели. Диабет второго типа, он более медленно течет и иногда не всегда выявляется так, чтобы можно было помочь. Чаще всего пациенты могут обратиться к врачу, уже имея определенное осложнение. Кто-то приходит, жалуется, что ноги сильно болят, не имея диабет. Кто-то приходит, говорит о том, что резко снизилось зрение, вплоть до потери его. Ну, а у кого-то повышается давление, которое не корригируется какими-либо препаратами. Поэтому сахарный диабет второго типа, он труднее выявляется. И пациенты должны обратить, ну, люди должны обратить внимание на то, что если есть определенный фактор риска, необходимо проверяться и диагностировать повышенный уровень глюкозы. А у нас вот в области, вы сказали, 34 тысячи человек стоят на учете, да? Это те, которые зарегистрированы. И второй, и второй, и второй. В основном это второй тип диабета. На долю первого типа приходится где-то одна треть пациентов. Из этого количества. Из этого количества, да? Да, это те, которые зарегистрированы. Ну, те, у кого первый тип, вы сами сказали, они быстро сгорают. Они, наверное, все-таки знают, что они больны и... Да, они вовремя обращаются, им оказывается помощь. Помощь это, в первую очередь, введение инсулина. Ну, и всю жизнь, насколько я знаю. У существа, да, у них, получается, немного изменяется образ жизни в связи с тем, что если у человека вырабатывается свой инсулин, то им приходится на прием пищи вводить инсулин извне с помощью шприцов. Ну, действительно, в общем-то, серьезная очень болезнь и тяжело этим людям, у кого он есть. А вот диабет второго типа, как первые симптомы, если они не проявляются, то человек может, значит, долго так с этим и жить? Да. Или все-таки? Ну, долго он не может жить. Почему? Потому что, я еще раз говорю, они обращаются уже с осложнениями, то есть с жалобами. И тогда начинают обследовать и выявлять повыше уровень глюкозы. В этом случае вовремя нужно применить препараты, которые сейчас в достаточно большом количестве. Объяснить пациенту, как правильно себя вести, что нужно делать. И когда возникают какие-либо осложнения, например, это гипогликемические состояния, когда резко падает сахар в крови, или, наоборот, повышен уровень сахара в крови, в этом случае нужно принять определенные меры. То есть для человека, в общем-то, диабет становится таким не очень приятным сюрпризом, с которым нужно потом жить. Я продолжу. Давайте у нас есть первый звонок, послушаем вопрос. И, может быть, даже ответите. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, что у меня такой вопрос. Вопрос. Значит, если я сейчас пью таблетки, да, выписывают, у меня, значит, диабет второго типа, предлагают перейти на инсулин. Как вы это считаете? Можно согласиться с врачом, лучше инсулин колоть, чем пить таблетки? Для того, чтобы переходить на инсулин, для этого должны быть четкие определенные показания. Либо это сопутствующие заболевания, которые не дают возможность вам продолжить прием сахароснижающих препаратов в таблетированной форме. Либо это уже истощилась поджелудочная железа, и необходимость введения инсулина извне становится явной. Это определяет доктор. Поэтому, когда вам предлагают, вы должны сами тоже выяснить, по какой причине. Если это только повышенные сахара у вас, но при этом вы резко не худеете, и нет симптомов инсулиновой недостаточности, то, наверное, нужно просто разобраться с тем, почему это высокий сахар. Либо неправильный образ жизни вы ведете. То есть лучше как-то себя ограничить или поднапрячь, чем переходить на инсулин? Лучше определить, по какой причине. Потому что просто так на инсулин не переводят. А вообще консультации приняты, например, если один врач дал такое назначение, а потом пойти к другому и посоветоваться, проконсультироваться, насколько это верно. Стоит ли делать так? Ну, как правило, пациент наблюдается у одного эндокринолога, и он, в принципе, его ведет. Знает его сопутствующие заболевания. И на этом основании, наверное, предлагается изменить сахароснижающую терапию. Понятно. А когда же у человека, когда у него возник диабет второго типа, поговорим об этом все-таки, если он не занимается своим здоровьем, и еще даже, может быть, не знает, что может проявиться в первую очередь? Вот как это, на что это повлияет в качестве осложнений, например? Ну, в качестве осложнений я уже говорила. У нас страдают прежде всего сосуды. Сосуды кровеносные и сосуды нервные тоже страдают. Поэтому, конечно, страдает весь организм. Чаще всего происходят проблемы со зрением, когда происходит кровоизлияние на глазном дне, плодоотслойки сетчатки, и в результате человек слепнет. Также повреждаются почки. Вот это наиболее точка приложения – это повреждение почек. В этом случае становится неконтролируемое повышение уровня артериального давления, которое трудно корригируется, возникают отеки, и нарушается функциональной способности почек. То есть в организме задерживаются вредные вещества. Понятно. Еще вопрос есть от зрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел бы поинтересоваться у моего сына с сахарной диабетом. Ему врачи сказали, можно питаться. То есть все сладкое можно есть, ну, не в больших количествах, но можно. Какая правильная диета он должен питать? Ну, при сахарном диабете, в первую очередь, конечно, исключаются все сахаросодержащие продукты. Исключение составляет это тогда, когда возникает ситуация гипогликемии, то есть резкого снижения сахара. В этом случае пациент может принять сахаросодержащие продукты. Это типа мед и сахар. В остальных случаях этого делать не нужно. Достаточно много продуктов, которые содержат углеводы и которые могут компенсировать потребность вашего сына. А какие факторы риска наиболее часто приводят к диабету, диабету второго типа? Ну, при диабете второго типа, как сейчас установили, немаловажную роль играет наследственность. То есть в семье кто-то страдал сахарным диабетом. К сожалению, раньше диагностика хуже проводилась, и поэтому не каждый знает, что кто-то из родственников страдал диабетом. Но если самые близкие, допустим, мама, папа, дедушки, бабушки имели это заболевание, то риск развития диабета уже на 50%. Избыточная масса тела тоже приводит к тому, что может развиться сахарный диабет. Неправильное питание, неправильный образ жизни, снижение физической активности, характер продуктов, которые мы употребляем, чаще всего употребляют пищу богатую, легко усваиваемую углеводами и жирную. Это тоже может приводить к развитию сахарного диабета. Поэтому если в родне был диагноз сахарный диабет, то этим людям нужно, начиная с 30 лет, хотя бы раз в году обследовать свой уровень сахара. Ну, то есть сдать на глюкозу, на уровень глюкозы всего-то. Да, сдать кровь на глюкозу. А вот какой бы вы из этих факторов риска все-таки поставили на первое место? Наверное, наследственные ожирения. Они как-то связаны, наверное, между собой, потому что ожирение тоже становится достаточно проблемой. Очень много людей, страдающих избыточной массы тела. И, к сожалению, сейчас даже выявляются случаи сахарного диабета именно второго типа у молодых, у детей, которые страдают избыточной массой тела. Но здесь, как правило, тоже присутствует наследственность. То есть вот они как-то связаны. Ну да, если родители, то и дети едят одно и то же, как правило, и так же выглядят. Ритм жизни и образ жизни передается и детям. А если получается неправильное питание, вы говорите, рафинированные продукты, что это такое? Ну, это вот все печенье покупное, да, конфеты? Это продукты быстрого приготовления, все фастфуды. А, вообще все? Чипсы и все такое? Ну, конечно. Помимо этого, это же тоже влияет на пищеварение, как бы, и нарушается ферментативная активность поджелудочной железы. Очень часто сочетается воспаление поджелудочной железы, которое впоследствии может приводить к развитию сахарного диабета. То есть неправильное питание? Панкрии, некрозы, да, они могут тоже приводить к развитию сахарного диабета. То есть не то, чтобы человек, который много сладкого ест, и его пугают, будешь сладкоежкой, заболеешь? Ну, должно быть все в меру, в любом случае. Понятно. А вот насколько важно знать свой уровень сахара в крови? И как часто его надо измерять? Или это только вот действительно раз в год? Ну, здесь зависит от того, как я говорила, уже факторы риска. Здесь они как раз предопределяют. Если это в семье был диабет, то, конечно, и особенно с ожирением. Это уже раз в год обязательно нужно проверять. В дальнейшем, если пограничные показатели уровня сахара в крови, то желательно чаще. Все знаете, что уровень сахара в крови у здоровых людей – это 3,3-5,5 ммл на литр натощак. После приема пищи может повышаться до 7,8. И вот если пограничное состояние натощак, то есть выше 5,5 и 6,1, то здесь уже нужно задуматься над тем, как вы себя ведете, над своим весом, образом жизни, режимом питания, отдыха, труда. То есть человек, у которого, наверное, отчасти повышенный уровень сахара в крови, вот обнаружили, он еще почти, может быть, себя чувствует здоровым, ну, может быть, чуть там располневшим, если он начинает здоровый образ жизни вести, то сахар возвращается к норме, правильно я понимаю? Это правило. Если нет каких-либо других причин. То есть доболевание поджелудочной железы, которое тоже может приводить. Но первоначальное обследование – это действительно вот кровь только сдать? Да. Да? Быстро и легко? В принципе, это доступно. В любой поликлинике вы можете обратиться к терапевту. Если это вас настораживает, то можно попросить направить на сдачу анализа крови на глюкозу. Прервемся на пару минут. Наталья Владимировна, напомню, что сегодня наш гость Наталья Шилов, заведующая эндокринологическим отделением Липецкого городского больницы номер 4 Липецк-Мед, и мы говорим о диабете. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Точка зрения». Сегодня говорим о диабете. Наталья Владимировна, у нас еще есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Я бы хотела узнать, с каким первым типом положено группа или с вторым? Сенсурий, дается с сахарным диабетом? Группа инвалидности по сахарному диабету дается при наличии осложнений. Эти осложнения достаточно серьезные, и они действительно приводят к тому, что ухудшается качество жизни. Поэтому сказать конкретно первому типу или второму типу дается инвалидность – это невозможно. Это определяется по наличию осложнений. То есть, я так понимаю, может быть, это и первого типа? Да, может быть, и первого типа, и второго типа. Здесь все зависит от того, что и насколько поражено. Понятно. А вообще есть ли способ предотвратить сахарный диабет? Ну, к сожалению, наверное, сказать так однозначно, есть способ, навряд ли. Здесь комплекс мероприятий, которые направлены на то, чтобы предотвратить развитие диабета, а именно его осложнений. Как правило, и мы уже говорили с вами о том, что существуют факторы риска, особенно при втором типе диабета, в этом случае нужно обратить внимание. Если это человек с избыточной массой тела, то надо постараться привести вес в норму, так скажем, чтобы не было избытка. Если это наследственный больше фактор, то есть в семье кто-то страдает диабетом, нужно вовремя выявить и принимать уже соответствующие меры для профилактики осложнений. А вот у вас в отделении в эндокринологическом постоянно, наверное, поступают, да, пациенты с диабетом? Их как там лечат? Да, наше отделение работает круглосуточно. Мы оказываем помощь не только плановым больным, но и экстренным. Экстренным это считается тогда, когда происходит какая-то катастрофа в организме, и уровень сахара достаточно высоким становится, пациент с этим справиться не может. Высокие показатели гликемии в крови могут привести к тому, что может развиться кетоацидотические состояния. То есть в организме появляется вещество ацетон, которое, сами понимаете, действует отравляющее. Поэтому они поступают по экстренной помощи, круглосуточно, в любое время суток, и им мы оказываем помощь. Плановым пациентам они направляются с поликлиники для коррекции сахароснижающей терапии и выявления осложнений. Еще один вопрос есть от зрителя. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Я прохожу химиотерапию по онкологии, и на фоне этого у меня и у других больных сильно повышается сахар, и какой-то химоклобин, отвечающий за сахар, тоже сильно повышается, не знаю, как он правильно называться. Хотелось бы узнать, сахар после химиотерапии сам может нормализоваться, или какие-то препараты для этого нужно будет принимать? Спасибо. Да, после химиотерапии или во время химиотерапии, к сожалению, в последнее время стало достаточно много случаев, когда повышается уровень сахара. Сказать однозначно, что после прекращения химиотерапии и нормализуется сахар, это невозможно. Эти пациенты обязательно должны обследоваться, контролировать уровень сахара и наблюдаться у эндокринолога. Если есть такая необходимость, то добавляются, конечно, сахароснижающие препараты. Если уровень гликемии нормализуется, то сахароснижающие препараты не применяются, но пациент должен находиться под наблюдением, потому что риск развития сахарного диабета достаточно высокий. Наталья Владимировна, а вот люди с диабетом второго типа, они обязательно должны тоже принимать лекарства, или все-таки нормализовав образ жизни, питание, можно как-то потом дальше уже жить нормально? Здесь тоже разные случаи бывают. Во-первых, на какой стадии был выявлен сахарный диабет? Если это на ранних стадиях и есть возможность при использовании правильного образа жизни, правильного питания, при снижении массы тела, то можно и обойтись без сахароснижающих препаратов. Но обязательно должен быть контроль уровня сахара. Но чаще всего при втором типе диабета, как правило, все равно прием сахароснижающих препаратов остается. Сегодня вы популярный врач. У нас звонки просто вот каждую минуту. Давайте еще послушаем вопрос. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. С вами говорит Копейкина Нина Александровна. Скажите, пожалуйста, кто имеет право на бесплатное получение глюкометра и тест-полосок? Ну, в первую очередь, имеют право это дети, которые страдают сахарным диабетом. И первый тип диабета, который находится на инсулинотерапии, так как они чаще всего контролируют свой уровень сахара в крови, они ведут более активный образ жизни, и им необходимо чаще использовать тест-полоски и глюкометры. Более активно с точки зрения принятия лекарств, да? Образы жизни. Почему? Чаще всего это работающее население, которое, да, они работают. И для этого им необходимо контролировать, сколько вести инсулина. И получают, так скажем, глюкометры, это инвалиды. То уже заболело окончательно, так скажем. Ну, инвалидность, она просто так не дается, да, в основном из-за осложнений. То есть, в общем-то, диабет – это не приговор, с ним можно жить, работать, и вполне, в общем-то, достаточно долго. Ну, во всем мире считается, что сахарный диабет – это определенный образ жизни. То есть, немножко меняется, конечно, да, есть, особенно у первого типа диабета, ситуация, потому что им нужно перед каждым приемом пищи вводить инсулин извне. А для этого, как бы, технически иногда не всегда удается. Но сейчас эти проблемы решаются. В школах достаточно обучены. В принципе, дети тоже делают там инсулин, если это необходимо. Понятно. Еще вопрос, наверное, сегодня тут уже последний. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Танких Иван Валентинович. Значит, у меня сахарный диабет второго типа. Принимал таблетки. Значит, таблетки не снижают сахар в 12 рублей, в 12 рублей. Таких вот цифр. Назначили мне инсулин. А, значит, при приеме инсулина у меня сахарочек, 16, 20, вот так вот. Что произошло, что делать? Ну, на этот вопрос так однозначно нельзя ответить, потому что не в виде пациента, не зная, какую сахароснижающую терапию до этого принимали, невозможно сказать, почему он у вас растет. Если вы не справляетесь, то вы имеете полное право для коррекции сахароснижающей терапии попроситься в отделении, где вас обследуют полностью, и разберутся, по какой причине у вас высокий сахар. И нуждаетесь ли вы в инсулинотерапии. То есть чисто теоретически и даже практически в вашем отделении могут побывать все, кому нужно это обследование и лечение диабета? Ну, по идее, лица, страдающие с сахарным диабетом, имеют полное право раз в году ложиться для коррекции сахароснижающей терапии. То есть в этом никто не откажет. Капельницы, лекарства, обследования? Ну, основное направление – это коррекция препаратов. Капельницы – это уже в экстренных ситуациях, когда необходимо. А так нужно выяснить, по какой причине все-таки повышенный сахар. Мы с вами говорили о том, что неправильное питание, много рафинированных продуктов. А что имеется в виду под правильным питанием? В основном это продукты, которые содержат достаточное количество клетчатки. Это овощи. Единственное ограничение – это картофель и бобовы, так как они содержат крахмал. А остальные овощи, пожалуйста, в вашем рационе должны обязательно присутствовать. Фрукты также можно использовать, но не большим объемом, а в определенном количестве. И самое главное, чтобы это был регулярный прием пищи, а не так, как иногда говорят, я кушаю один раз в день, только на ночь. Этого, конечно, не должно быть. Прием пищи для диабетиков – это, как правило, шестиразовый. Но в основном это три основных приема пищи – завтрак, обед и ужин. И у них есть время перекусов между завтраком, обедом и на ночь. Этому обучают в школе диабета. То есть человек не должен никогда ощущать чувство голода? Ну, по идее, да. Чтобы он всегда был, так скажем, сыт. А это овощи, фрукты. А, например, мясо, молочные продукты тоже можно, скажем, без ограничений или с ограничениями? Ну, как и любые продукты, они все равно должны ограничиваться. Мясные продукты отдаются предпочтению те, которые мало содержат жира, естественно. Это постные сорта мяса. Если едите курицу, то лучше желательно грудку. Рыба, пожалуйста, можете употреблять, но тоже желательно нежирные сорта. Сырые нежирные сорта до 50% жирности. Яйца два раза в неделю могут употребляться. То есть рацион питания достаточно большой. Крупы предпочтение отдаются гречке, геркулесу. Остальные крупы также можно использовать, но в меньшем количестве. И чуть пореже, чем гречка и геркулес. А вот что касается жидкости и даже, например, алкоголя? Ну, алкоголь допускается в крайне редких случаях. Ну, все мы люди, естественно, бывают праздники, да. И поэтому вы можете себе позволить редко на праздник выпить 100 грамм водки либо бокал сухого вина. То есть алкоголь влияет на уровень сахара? То есть как сомнический элемент вступает в реакцию? Да, он снижает уровень сахара. Но это не должно сложиться впечатлению пациентов, что употребляя алкоголь, он тем самым будет нормализовать свой сахар. Нет. Алкоголь в любом случае – это вредный продукт, который, помимо всего, влияет и на печень. А количество жидкости для людей и больных должно быть повышенным или, наоборот, пониженным? Вот вы же говорите, что человек ощущает жажду, да? Когда ощущает жажду, это тогда говорит о том, что уровень сахара высокий в крови. Здесь нужно принимать меры для снижения его. А физиологическая потребность для каждого человека, она должна присутствовать в рационе питания. Какая норма? Ну, так, понятно, что для каждого своя. До двух литров. Полтора литра, литр 800. Ну, в зависимости от веса, комплекции и возраста. Это мы говорим именно о воде, а не о кофе, не о соках. Нет, именно о чистой жидкости. А, о чистой жидкости, которая во всей пище. Вода, всё, я поняла. А скажите, всё-таки есть сегодня возможности у медицины предотвратить появление сахарного диабета у тех, кто сейчас здоров? Или пока ещё не придумано такого средства? Ну, чисто медицинский нам, скорее всего, нет. А вот со стороны медиков это проведение профилактики. То есть рассказывать о том, что такое сахарный диабет. Проводить профилактические осмотры, диспансеризацию. Вот у вас как раз будет, да, 15 ноября? Да, это неделя сахарного диабета. И у нас 15 октября день открытых дверей. То есть с 9 до 2 часов дня вы можете обратиться, проверить свой уровень сахара. Если есть какие-то отклонения, то принимают в этот день 4 эндокринолога, вы можете обратиться к ним за советом. Если есть необходимость в дальнейшем обследовании, вам это рекомендуется. Это в поликлинике Липецк-Мед? Это в поликлинике Липецк-Мед. 15 с 9 до 14. Бесплатно? Бесплатно. Спасибо большое, Наталья Владимировна, за то, что пришли и рассказали нашим зрителям о том, что такое диабет, ну и как его, в общем-то, предотвратить у тех, кто здоров. Это была точка зрения Натальи Шилок, заведующая эндокринологическим отделением Липецка городской больницы номер 4, Липецк-Мед. Будьте здоровы, до свидания.